С нового года в Казахстане вводится маркировка автомобилей с двигателем, работающим на газовом топливе. Что она собой представляет, для чего нужна и как будут наказываться нарушители этого требования? Спросим председателя Комитета технического регулирования метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Куаныша Еликбаева. Он на связи с нашей студией из Астаны. Здравствуйте. Здравствуйте. Обязательная маркировка автомобилей с газовым оборудованием вводится с 1 января 2024 года. Дополнение в национальный стандарт о тех средствах регулирования дорожного движения внесены в конце ноября. Вы наверняка сами автомобилист. С точки зрения автомобилиста, как вы лично оцениваете это решение? Как автомобилист и как гражданин, который ездит на автомобиле на бензиновом топливе, признаюсь, я когда паркуюсь, я оглядываюсь, с кем рядом я паркуюсь. И когда я вижу, например, переоборудованное на газ транспортное средство, как специалист уже я понимаю, что не все такие транспортные средства отвечают требованиям безопасности. Иногда переоборудование осуществляется с нарушением, без проверки соблюдения всех требований. И потенциально такие транспортные средства могут быть опасными. Именно поэтому был введен этот знак, который как раз-таки предупреждает как таких водителей, как я, так и, допустим, охранников в паркингах, да, в которые у нас, кстати, запрещен въезд в городах, вкрытые паркинги таких автомобилей с газобаллонным оборудованием, чтобы отслеживать такие запреты, введен такой знак. Ну, то есть, вот я уже слышал от экспертов из Казахстана, что очень часто газовое оборудование ставится, ну, буквально самодельное, да, то есть не говоря, ну, не фабричного производства, а где его сделали, как его сделали, непонятно. Видимо, вот это была основная причина, что происходит ЧП именно с участием таких автомобилей. Да, действительно, я думаю, не только в Казахстане. Периодически бывает такое, что переоборудование, оборудование закупается не то для установки, да, так и сам процесс периодически не соответствует установленным требованиям, не проводится проверка на утечки газа и так далее. То есть, получается, любой автомобиль, на котором установлено газобаллонное оборудование, где используется природный газ в виде топлива, он с 1 января должен быть промаркирован вот этим специальным знаком? Да. А как будет выглядеть знак? Что это? Знак установлен, это треугольный знак желтого цвета с восклицательным знаком и надписью «ГАЗ на латинице». А где это? На лобовом стекле где-то, на кузове где-то? Где это будет? Исходя из норм правил дорожного движения, норм освещенности и так далее, он клеится на задней стороне, на заднем лобовом окне, чтобы не мешать водителю на переднем или на боковых окнах. Ну, тут еще такой момент. Понятно, что если газовое оборудование установлено официально, то есть это сертифицированная мастерская, это там заводское оборудование, все сделано по нормам, то да, человек спокойно этот знак устанавливает. А если он это установил, условно говоря, нелегально, подпольно, то установка этого знака, оно же, получается, как бы сам о себе рассказывает. И будут же нарушители, вот как их будут наказывать? Вы знаете, в правилах дорожного движения предусмотрена норма, да, о соблюдении нормы о том, что должны быть наклеены такие знаки. Есть ответственность порядка трех месячных расчетных показателей. В Казахстане это около 10 тысяч тенге, если переводить, например, на российские рубли, около двух тысяч, может быть, рублей на физическое лицо. Это, с одной стороны, немного, но неприятно. И человек, ему проще будет купить за доллар, да, или 300, 400 тенге, или 60, 70 рублей такой значок и наклеить его. Собственно, это не такая проблема. Но при этом все равно, вот даже в соцсетях идут обсуждения, и люди спорят по поводу вот этих знаков, клеить, не клеить, устанавливать, не устанавливать. И зачастую у людей, как раз те, которые ставили все официально, и у них все официально сделано, у них есть все сертификаты, у них есть все разрешения, все. Они говорят, ну а зачем я-то буду клеить, у меня же все нормально. Ну, во-первых, смотрите, есть запрет на въезд в паркинге всех транспортных средств, переоборудованных на газ, не разделяя на кустарные, не кустарные. Запрет есть и все. И, соответственно, этот запрет, он должен администрироваться, то есть соблюдаться. Кто-то должен контролировать транспортное средство, какое заезжать. Тот же охранник, который сидит, он должен видеть, что это транспортное средство с этим значком. Или граждане, которые не так же паркуются в паркинге, они могут увидеть, что заехало такое транспортное средство и подать соответствующий сигнал. Поэтому он распространяется на всех, этот знак, и все должны его соблюдать. То есть тут мы выходим на соблюдение норм и правил вообще законодательства в целом, то есть более широкое, тут не конкретно с этими машинами связанное. Но получается, что по статистике, поправьте меня, если я не прав, но у меня данные такие, что в Казахстане сейчас больше 380 тысяч автомобилей, которые ездят именно на газовом топливе, не на бензине. Ну понятно, что одномоментно их все промаркировать, видимо, не получится. Какой-то срок указан, как быстро будет это все промаркировано. И на ваш взгляд, что нужно, чтобы это было сделано максимально быстро? Хороший вопрос. Мы неспроста за полтора месяца почти всех проинформировали, вы сами свидетели, помогаете нам на всех телеканалах. И вы знаете, был вопрос, как быстро появятся эти знаки на рынке. Сколько они будут стоить, не будут ли завышаться цены. Прошел ровно один рабочий день со дня объявления, и уже в интернете появились объявления, продаем знак газ, он становится обязательным. Раз. И вот прошла неделя, я сегодня видел уже транспортные средства, которые ездят с этими наклейками. А 5 дней назад я видел, как эти наклейки в свободном доступе распечатаны, продаются на прилавках. Это рынок, он быстро реагирует. Самые законопослушные уже промаркировали свои машины, получается так. Да, время есть. Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. С нами на связи был из Астаны председатель комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. План Ишелик Баев.